СМИ сообщили о задержании и допросе главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна и ещё четырёх человек по делу о мошенничестве. На здраве поспешили заявить, что такой должности, которую занимал Брюн, уже не существует, при этом ведомство окажет необходимое содействие следствию. По данному интерфакса Брюна проверяют на причастность к истории с введением новых правил медосмотра водителя. СМИ сообщили о допросе главного внештатного нарколога Минздрава. По информации сразу нескольких изданий, Евгений Брюн и ещё четыре человека задержаны в Москве по делу о мошенничестве. В Минздраве заявили, что ведомство окажет необходимое содействие следствия, а Брюн уже не является главным внештатным наркологом, поскольку такой должности больше не существует. Хотя ещё 11 августа она значилась на сайте министерства. Как сообщил интерфакс, Брюна проверяют на причастность к истории с введением новых правил медосмотра водителей. По данным агентства, следователи работают также с Владимиром Якушевым, вице-президентом Ассоциации наркологов, которую возглавляет Брюн. Подробности. Как пишет известие, проверка в отношении Евгения Брюна проводилась ещё в начале 2020 года. Сообщалось, что он может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за введённых в конце 2019 года новых медсправок для водителей. Фаспо-поручение прокуратуры Москвы исследовала деятельность ООО «Медиатрейд». Компания была единственным поставщиком оборудования для проведения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость, которую по приказу Минздрава с осени 2019 года требовалось делать тем желающим получить водительские права. Прокуратура столицы также проверяла связь компании с Брюном и его коллегой Владимиром Якушевым. Медицинское издание ВДМЭКУМ указывает, что две недели назад комиссия ФАС признала «Медиатрейд» и ещё 10 поставщиков виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017-2019 годах на общую сумму 125 миллионов рублей при поставке медоборудования и реагентов для проведения тестирования на обнаружение следов алкоголя и наркотиков. Материалы антимонопольного дела были переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту ограничения конкуренции, уточняли в ФАС. Известие указывает, что фигуранты подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По данным издания, обыски по делу уже прошли по 27 адресам. Версии произошедшего комментирует председатель коллеги адвоката, ваш юридически поверенный Константин Тропоидзе. То, что просочилось в прессу, то, что есть. Я как бы речь шла о закупках тест-полосок, тестовых систем для определения наркотиков, биологических средов. Ковидно, чем изготовлением этих тест-систем занималась какая-то компания, связанная с ним, и такая приближавшая ему. Ну и там вещь якобы идет о намеренном завышении. Может быть там смошенничество на коммерческий подкуп, потому что закупкой этих вещей занимался не здрав. Еще есть какая-то информация о том, что он был заинтересован в том, чтобы стали привлекать заупотребление наркотиков, поскольку это увеличивает количество используемых тест-полосок. Насколько это правда, это может быть фейком, но сразу такие истории обрастают какими-то такими вещами. Что-то на самом деле будет понятно со временем, когда прессу или достоянием общественности станет восстановление привлечения в качестве обвиняемого. Там будет более-менее фабула изложена. И то это не всегда бывает достоверно и исчерпывающе. Константин Тропоидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридически поверенный. Евгений Брюн известен как организатор первого в Советском Союзе телефона доверия для наркоманов. Позднее он же создал первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения людей с наркозависимостью. Пост главного внештатного психиатра, нарколога Минздрава Брюн занимался с 2009-го. Он имеет ученую степень, доктор медицинских наук и звание профессора и заслуженного врача России. Недвижимость за рубежом и примерно 130 миллионов рублей в разной валюте. Все это обнаружили у бывшего рядового инспектора московской ДПС. Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации активов. По следам полковника Захарченко у бывшего московского инспектора ДПС Сергея Кузнецова обнаружили десятки объектов недвижимости и миллионы рублей в разных валютах. Генпрокуратура уже обратилась в суд с иском о конфискации этого имущества. Как говорится в заявлении ведомства, инспектор ДПС Сергей Кузнецов служил в ОГИ БДД по северо-восточному округу Москвы. За время службы, по данным Генпрокуратуры, он приобрел не только автомобиль, но и 23 объекта недвижимости, в том числе 7 в Арабских Эмиратах и Болгарии. Часть оформил на себя, часть на родственников. Кроме того, в банковских ячейках Кузнецова нашли почти 24 тысячи евро, 60 тысяч долларов и 48 миллионов рублей. Общая стоимость всех активов инспектора составила 130 миллионов рублей. Откуда они были получены, инспектор пояснить не смог. Генпрокуратура направила иск о конфискации активов в пользу государства. Генпрокуратура отдельно подчеркивает, что Сергей Кузнецов бывший сотрудник ДПС, то есть уже уволенный. Однако о каких-либо проверках на предмет коррупции и уголовных делах ведомство не сообщает. О том, как такое возможно, рассуждает адвокат Александр Забейда. Любопытно, конечно, что Генеральная прокуратура заинтересовалась имущественным положением рядового сотрудника ГИБДД. По всей видимости, это какая-то внутриведомственная разборка. Просто так на митинском рынке базу данных имущества бывших сотрудников в Эмиратах или Болгарии или других странах окупить нельзя. Уж тем более нет никакого реестра имущества, хранящегося в банковских ячейках. То есть этой информации нет даже в самих банках. Что касается проверки на коррупцию, то тут тоже все так просто. Она может проводиться, может не проводиться. Две абсолютно разных процедуры. Не существует какого-то официального реестра взяток, чтобы можно было, например, вбить фамилию какого-то сотрудника и посмотреть, сколько он нас собирал. То есть разве что, если только такой сотрудник сам записывал, или его жена, или родственники вели такой учет. Но задним числом проверять сотрудника на коррупционность – это крайне такая сложная и муторная затея. В целом нет ничего удивительного в этом иске. Органы прокуратуры периодически выявляют имущество, которое оформлено на госслужащих и друзей и родственников. Выходят с иском в суд об истребовании такого имущества в пользу государства. Эти иски не очень приятные. Там практически не действует презумпция невиновности. Формула проста. Если ты друг или родственник чиновника, и у тебя есть имущество, источник финансирования, которого тебе сложно или по каким-то причинам не хочется раскрывать, то надо быть готовым, что крайне вероятно такое имущество перейдет к государству. Безусловно, такие процедуры применяются не всегда и не ко всем чиновникам, а очень выборочно. Но это почти всегда происходит внезапно для друзей или родственников. Александр Забейда адвокат. За последние годы суды не раз изымали у сотрудников ГИБДД имущество на миллион рублей. В 2019 году старший инспектор ДПС Феликс Дунаевский был уволен после того, как выяснилось, что на его супругу были оформлены автомобили Порше на 19 миллионов рублей, а на сына спортивный седану Субару и кроссовер BMW X5 общей стоимостью 10 миллионов. Мэр Краснодара Андрея Алексеенко, которого задерживали по подозрению в получении взятки в виде ружья стоимостью более полутора миллионов рублей, вернулся к исполнению своих обязанностей, сообщил ТАСС. Алексеенко тот самый мэр, который при вступлении в должность оговорился, от нас ждут разговоров, а не конкретных дел. Мэр Краснодара Андрея Алексеенко вернулся к исполнению своих обязанностей, сообщили ТАСС в администрации города. Ранее Алексеенко задержали по подозрению в получении взятки в виде ружья стоимостью более полутора миллионов рублей. Алексеенко тот самый мэр, который при вступлении в должность оговорился, от нас ждут разговоров, а не конкретных дел. На новом посту он проработал чуть больше месяца. Известен мэр столицы Кубани не только своя оговорка. Евгений Пиричук подробнее. Дело против 43-летнего Андрея Алексеенко завели по материалам местного управления ФСБ. Прошли обыски и в кабинете, и дома. Следствие уверено, что Алексеенко был замешан в коррупции. Принял многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара, построенный с кучей ошибок. А взамен получил ружье, ценой в миллион 600 тысяч рублей. Это считается особо крупным размером. По статье, мэру Краснодара грозит до 15 лет. Хотя цена ружья не то чтобы заоблачная, отмечает эксперт в сфере оборота гражданского оружия Глеб Абуховский. Это нормальное явление. Есть ружье такой стоимости, безусловно. Есть и дороже, это не самое дорогое ружье, поверьте. Марок-то на самом деле куча может быть. Там же еще все зависит от делки, от всего прочего. Я помню там году в 98-м, что ли, фирма Холланд-Холланд сделала ружье под спецзаказ. Его стоимость была около миллиона долларов, она тогда была, для русского. А это, получается, не охотничьи ружья, да? То есть они как коллекционные или что? Почему охотничьи? Спокойно с них можно ходить на охоту. И более того, эти люди с ними ходят даже на охоту. Андрей Алексеенко закончил Кубанский аграрный университет. В конце 90-х работал помощником мастера по ремонту. Успел побыть и садовником, и штукатуром, и инспектором службы безопасности. В 2007 году попадает в администрацию Краснодара. И периодически меняет должности. С начальника отдела до замглавы нескольких районов края. Отвечал за окап строительства и ЖКХ, президент местной федерации волейбола и правая рука губернатора Вениамина Кондратьева, как его называли местные СМИ. У него доли в двух земельных участках и семи нежилых зданиях, а также квартира на 100 квадратных метров. Доход за прошлый год – 3 миллиона рублей. В должность мэра Краснодара вступил 17 ноября. Его единогласно выбрала Гордума. Там же случилась его известная оговорка, вспоминает местный журналист Сергей Бурцев. Он был первым вице-губернатором с октября 2015 года. И он занимался застройщиками. То есть достраивал долгострои, встречался с обманутыми дольщиками. Ну и вот в медийном поле он именно этим известен. Соответственно, все стройки, можно сказать, через него шли. Когда он вступал в должность мэра, он оговорился и сказал, что будем с делами разговорами заниматься. Это первое. А второе, я известный такой скандал, года два, два с половиной, может, назад было, когда они были с губернатором Кондратьевым в Армавире, кажется, на совещании. И оказалось, что у них там в ящике стола лежал диктофон и записал их разговор между собой. Можно его найти по ключевым словам «Единая Россия сдохла». То есть они обсуждали перспективы на ближайших выборах. В Краснодаре в среду пошел первый снег. И задержание Алексеенко, по словам журналиста, было как снег на голову. Местные не могут припомнить, чтобы Алексеенко ранее был замешан в коррупционных скандалах. Но опрошенные нами журналисты заметили, что у мэра была команда людей с сомнительным прошлым. Через одного они имели проблемы с законом. Сам Алексеенко за такой короткий срок мэрства успел только составить планы, говорит корреспондент информагентства «Краснодар-Медиа» Дмитрий Мирошников. Господин Алексеенко зашел на город в конце осени. Сейчас, в конец декабря, то есть буквально там около месяца прошло. Проблема в том, что Алексеенко не успел завершить формирование своей команды. Отменился как бы рядом вещей по наведению порядка. Вот он устранял какие-то каварии. Он переформулировал какие-то вещи. Мэр начал заниматься городом, начал решать какие-то проблемы. Опять же, проблемы застарелые. Внешний вид улиц. То есть он начал как бы работать. То есть единственное, причем он отметился, тем, что он отменил онлайн-трансляцию своих планерок для жителей города, для общественности. Это было важно. Но в Мире сказал, что это пиар, как бы мы пиариться не будем, поэтому мы будем работать в старом режиме. То есть уже по факту будут появляться сообщения в СМИ. В этом году это уже пятое громкое задержание крупного чиновника за взятки. До Алексеенко были министр культуры Крыма Вера Новосельская, в Рио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и министр здравоохранения Алтая Сергей Коваленко. Сейчас дорогое ружье у Алексеенко изъяли. А Единая Россия приостановила членство мэра Краснодара в партии. Это стандартная процедура для обвиняемых сопартийцев.